МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые главные новости дня узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихован. Здравствуйте. Взрывная волна. Подробности расследования гибели людей на станции Укроборонпрома. Мандат всё спишет. Пьяный депутат устроил аварию и открыл стрельбу на дороге. Деньги не пахнут. Сколько наварили на онкобольных детях застройщики в Ахмаддете? Бунт касок. Львовские шахтёры вышли на улицу. Военная прокуратура расследует смертельную трагедию в Сумской области. Накануне на полигоне для утилизации боеприпасов прогремел взрыв. Три человека погибли. Ещё двое получили ранения. Подробности трагедии и первой версии следствия выясняли наши корреспонденты. За этим забором вторая испытательная станция Укроборонпрома. Бывшая военная база находится в глубине леса. До ближайшего села несколько километров. Журналистов на территорию не пускают. У нас режимный объект. Мы не можем. Вы же понимаете, что тут это и... Понимаете, да? Вчера после обеда бригада специалистов разгружала машину с боевыми ракетами «Земля-воздух». Металлические цилиндры, начинённые гексогеном, привезли из Брелуг. Срок годности боеприпасов истёк, и их должны были утилизировать. Всего 15 штук. Часть выгрузили, когда прогремел взрыв. Три человека погибли на месте. Среди них и представитель НАТО, гражданин Украины, который должен был контролировать процесс утилизации. Ещё двое получили травмы. У Анатолия ранение глаза и живота. Мне сообщили, я приехала в больницу. Ранение тяжёлое. Поэтому больше извините. Проникающее ранение склеры прооперировано. Прогнозы пока что непонятны, потому что дальше будем проводить дополнительные исследования, которые позволят уточнить диагноз. А вот водителю повезло. Взрывная волна его вообще не задела. Когда увидел, что горят боеприпасы, бросился к машине. Он вернулся до своего автомобиля, потому что в нём ещё местилось 5 боевых частей, которые могли, вероятно, выбухнуть. И он вывез этот автомобиль, фактически, с полумня. И эти другие боевые части не выбухнули. Из-за чего произошла трагедия, выясняют эксперты. Среди предположений, сдетонировал старый снаряд. Но одна из главных версий – халатность. В предыдущем установке, что были порушения старшего работа, подчас проведения этих работ на месте его не было. Он был на территории. Фактически, этими работами практически не руковал. Старшего мастера, который должен был контролировать процесс, сейчас опрашивают. Подозрения пока никому не предъявлено. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности. Ольга Теребинская, Юлия Зайцева, Александр Федчун. Подробности – телеканал «Интер», Сумская область. Ночная стрельба, ДТП, пьяный избранник и двое пострадавших. Этой ночью депутат от Батькивщины Макаровского райсовета Киевской области Матвей Евсеенко подрался с таксистами. Как сообщают активисты, также открыл стрельбу из пистолета. Когда приехал патруль, попытался скрыться на своем автомобиле «Тойота Прада». На столичный кольцевой выскочил на встречную полосу и протаранил «Волгу». Пожилую пару, ехавшую в авто, увезли в больницу. Супруги в тяжелом состоянии. А сам виновник ДТП отделался ссадинами и ушибами. Как сообщили в Батькивщине, его уже исключили из партии, а в прокуратуре открыли уголовное дело. Съединогласно мы приняли решение об исключении Матвея Игоревича из рядов партии и из фракции, которая есть в райсовете. Он находится в больнице. Мы уже отримали подтверждение о том, что данная особа перебывала за кермом в состоянии алкогольного спьянения. 1,8 промилы прокуратура очікует отходжения от органов досудового расследования материалов данного криминального проведения, после чего прокурором міста будет невідкладно вырешено питание про поведомление ему про подозрение. Во Львове на взятки попался депутат облсовета от самопомичи. Об этом сообщили в полиции. Василий Савчин, заведующий ожоговым отделением 8-й городской клинической больницы, требовал от пациентки 500 долларов за проведение операции. Преподнес это как благотворительный взнос, но вот без денег наотрез отказывался оказывать медицинскую помощь. Женщина сообщила о вымогательстве правоохранителям. Взяли Савчина на горячем, в рабочем кабинете при получении денег. Грозит ему от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Месяц назад на взятки погорел коллега Савчина по фракции, тоже депутат облсовета Андрей Прокопев. Вот что думают об этом их однопартийцы. Я не знаю, что это хабар. Мы не имеем никаких деталей этого затримания. Когда будут известны какие-то детали, мы будем сообщить о своем решении. Львовские шахтеры вышли на акцию протеста. Требуют выплатить им зарплату. Сколько должны людям и что пообещали чиновники, знает Галина Якушка. Трасса Львов-Раворусская. Около сотни шахтеров несколько часов ходят по пешеходному переходу. Работники шести львовских шахт требуют выплатить им зарплату, которую не видели два месяца. Я отработал 15 лет за боекомбайнером. Я на сегодня устався голый босс. Я не могу детям объяснить, рассказать, почему, например, я не отримую денег. Из-за акции движение блокировано. На обочине выстрелись фуры. Дальнобойщики, хотя и понимают пикетчиков, возмущаются. За несвоевременную доставку грузов им придется платить штрафы. Мы же не блокируем, если нам не выплачивают зарплату. Или если у нас не устраивает наша зарплата. Мне не платят за то, что сейчас моё колесо стоит. Из легковушек пикетчики пропускают только те, где есть дети. Не препятствуют и скорым. Вы за 20 минут поедете. Уже осталось 15 минут. 15 минут вас пустят и куда-то ехать. Через 15 минут. Пообщаться с горняками приезжает первый замгубернатора. Объясняет, денег нет, потому что шахты работают практически себе в убыток. Сейчас среднедневный выдобуток за последний месяц превышает чуть больше 5 тысяч. Для того, чтобы достаточно было денег и чтобы не было каких-то разрывов кассовых, нужно больше выдобывать. Совсем иначе объясняют нам отсутствие зарплаты на самом предприятии «Львовуголь». По словам главного бухгалтера, деньги не пришли из Киева. Когда было угольное украинское, рассчитываются за угольное, то они уже потом нам эти деньги направляют. Мы сейчас рассекуем деньги, чтобы закрыть полностью третий месяц. Когда и пройдут? Не можем сказать. Так и не услышав, когда же им наконец вернут долги, ближе к вечеру шахтеры разошлись. Но пригрозили, будут перекрывать трассу, пока не получат свои деньги. Галина Икушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал «Интер Львовская область». Миллионное хищение в Ахмадете. Двое фигурантов дела уже арестованы. Еще один оказался на больничной койке. Сколько отмыли злоумышленники на стройке века новом корпусе для лечения онкобольных детей? Подробнее Елена Митясова. Самый известный и дорогостоящий долгострой в Украине. 5 лет, 67 тысяч квадратных метров надежды для маленьких онкобольных пациентов и медиков Ахмадета так и остаются мечтой. Кроме возведенных стен корпуса, внутри ничего. До отделки, подведения коммуникации, оснащения блоков с палатами дело так и не дошло. Как не дошли по назначению и 9 миллионов гривен, которые выделялись из госбюджета. Эти деньги, заявляют в прокуратуре, зависли в карманах директоров, заказчиков строительства и подрядчиков проекта. Структур подведомственных Минздраву. Двое из трех подозреваемых уже арестованы. Трема особам поведомлено про подозру в этом криминальном проведении. Безпосредственно, эти особи подозриваются в том, что они использовали свои службы и повноважения и завладели этими денег. Одной особе выбрано запобежный заход. Действительно, это взятие под вартою с альтернативой, внесение заставы в размере 3 тысяч минимальных заработных плат, что складывает более 3 миллионов 800 тысяч гривен. И другие особи, обранные за побежный заход, выгодят целый домашний арест. Третий фигурант на больничной койке. Но избрание ему меры пресечения, говорят в Генпрокуратуре, речь пока не идет. Не называют правоохранителей и фамилии злоумышленников, ссылаясь на тайну следствия. Втайне, в принципе, избирали им и меру пресечения, без привлечения журналистов. Но СМИ стало известно, что по делу арестована экс-директор госкомпании «УкрМедпроектБуд» Ирина Коваль. Она якобы с сообщниками коммерческой структурой «УкрПрофМед» искусственно завышала стоимость оборудования и строительных работ, отмыв таким образом миллионную сумму. В Минздраве ситуацию с задержанием пока не комментируют. Мы написали запрос ведомства, ждем ответ. Напомню, в общем, строительство Ахмадета оценивается в 2,5 миллиарда гривен. Весной министр финансов Александр Данилюк заявил, этому проекту не доверяет. Но, тем не менее, деньги из госказны в нынешнем году на строительство выделили почти 400 миллионов. Чиновники прогнозируют, что новый корпус больницы будет построен не раньше 2019-го. Но понесет ли ответственность за растрату хотя бы один из министров здравоохранения, а именно это ведомство курирует стройку, остается вопросом. Елена Митясова, Павел Лысенко, Сергей Еременко. Подробности – телеканал «Интер». Большой куш. Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск у киевских налоговиков. Пришли по наводке предпринимателя, у которого те якобы требовали взятку. В итоге задержали двоих следователей и обнаружили при этом целое хранилище валюты. Откуда деньги? Выяснял Александр Пантелеймонов. Для того, чтобы попасть на территорию районного управления налоговой, детективам НАБУ пришлось выломать ворота. После забаррикадировавшиеся фискалы стали сговорчивей. Первый этап, почитайте укладу услуга. Открывайте двери. Иди сюда. Отнимайся, стой, стой, не ломайся. Открывайся. Оказалось, внутри было что скрывать. В сейфе одного исследователи обнаружили горы валюты. Доллары, евро и даже фунты стерлингов. Изымали десятками и даже сотнями тысяч. Впрочем, позже в администрации фискальной службы заявили, все эти деньги – вещдоки. На них есть и протоколы, и акты изъятия. Только вот детективы НАБУ все точно подсчитали. Не сошлось. При вивчении их проверки детективами НАБУ было установлено, что есть значные неточности между суммами, которые выложены в детективами НАБУ, и суммами, которые зазначены в этих материалах. На данный момент мы не можем сказать, идентифицировать деньги. В НАБУ говорят, неучтенной валюты много, но точную сумму пока не называют. Все еще ведется проверка. А вот юристы объясняют, по инструкции фискальные следователи, изъятую валюту обязаны сдавать в банк. На практике следователи, возможно, не на следующий день, но через 2-3 дня обязательно сдают такие суммы, особенно если суммы за 100 тысяч долларов и выше, в банковские учреждения. Поэтому с очень большой долей вероятности можно утверждать, что, скорее всего, это были деньги личные, какие-то, которые сберегались на рабочем месте. Более того, честный следователь сам заинтересован в том, чтобы сдать в банк круглую сумму. Нарушение инструкции грозит провалом расследования. Нарушение этой инструкции влечет дисциплинарную ответственность. Но нарушение этой инструкции также может повлечь вызнание этого доказа недопустимым в ходе использования его в судебном заседании. Поэтому таким образом следователь может уничтожить свою доказательственную базу. В самой фискальной службе сегодня от комментариев отказываются, откуда неучтенные деньги и в рамках какого громкого дела изъяли учтенные, предпочитают не детализировать. Александр Пантелеймонов, Алексей Шматов и Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер. Сегодня же с обысками детективы НАБУ нагрянули в Ивано-Франковск, на коммунальное предприятие ВОДОЭКОТЕХПРОМ и домой к его руководителю. Что искали в материале наших корреспондентов? Коммунальное предприятие ВОДОЭКОТЕХПРОМ. В Ивано-Франковске оно обеспечивает работу систем водоснабжения и водоотвода. С самого утра сюда с обыском нагрянули представители Национального антикоррупционного бюро. Начали изымать из кабинета директора документы. Что ищут, говорить отказались. Несмотря на обыски, предприятие работало в обычном режиме. Сотрудники немногословны. Почему на ВОДОЭКОТЕХПРОМ пришли следователи НАБУ, предположил мэр Руслан Марцинкев на своей странице в Фейсбук. Обыски, по его мнению, связаны с кредитом Всемирного банка. Почти 12 миллионов долларов его предприятие получило несколько лет назад. По словам Марцинкева, ВОДОЭКОТЕХПРОМ просрочил выплаты по кредиту. И вовремя не выполнил свои обязательства. Параллельно с 7 утра обыск шел и в доме руководителя предприятия Николая Саевича. Николай Саевич рассказал, в НАБУ его обвиняют в злопотреблении средствами. В частности, Всемирного банка. О какой именно сумме идет речь, не знает. Но уверяет, все деньги потратил по назначению. А вот местные журналисты утверждают, грехи за главой ВОДОЭКОТЕХПРОМа все же водятся. Кроме завышения предприятием стоимости услуг и продукции, средства Всемирного банка осваивала субподрядная организация, которой якобы причастна жена директора Саевича. В самом НАБУ сегодняшний обыск не комментируют. Павлина Василенко, Жанна Дучак, Зиновия Автоназ, подробности, телеканал Интер, Ивана Франковск. Фракцию радикальной партии Олега Ляшко в полном составе вызывают на допрос в ГПУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер партии. Действия генпрокуратуры Олег Ляшко расценивает как террор против своей политсилы за ее позицию. Какую при этом не уточняет. Позже ясно снесла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. На своей странице в Фейсбуке она отметила вызов на допрос, связан с заявлением самого Ляшко в мае прошлого года. Тогда он заявил, что Сергей Клюев предлагал радикалам 50 миллионов долларов за то, чтобы они не голосовали за снятие с него неприкосновенности. Также пресс-секретарь Юрия Луценко выразила сожаление, что в связи с вызовом в ГПУ нардепам придется прервать свой заграничный отдых. Ну, например, в Сардинии. Он уехал жить в Лондон. Это о депутате Александре Онищенко. По его словам, попросил политического убежища, а также получил вид на жительство в столице Великобритании. Сегодня нардеп общался по видеосвязи из Лондона с журналистом одного из украинских интернет-изданий. Показал свой паспорт и штамп о пересечении границы Германии 4 июля. Хотя, напомню, еще позавчера антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщал, что Онищенко находится в России. В розыск нардепа, с которого сняли неприкосновенность, еще 5 июля так и не объявляли, так как сообщение о подозрении ему генпрокурор подписал только позавчера. В ведомстве Юрия Луценко комментировать эту ситуацию не стали. Отправили в специализированную антикоррупционную прокуратуру. Там пообещали ответить, но в понедельник. Нам же в комментарии Онищенко также сказал, что в Украину возвращаться пока не собирается. Также Онищенко рассказал, что не будет принимать участие в Олимпиаде в Рио. Олимпийский комитет Украины лишил его аккредитации. Накануне вечером первый зампредседателя парламента Ирина Геращенко на своей странице в фейсбуке сообщила, что Онищенко отправил ей заявление на отпуск. Сейчас она консультируется с юристами. Что делать с этим документом? Напомню, Александра Онищенко обвиняют в махинациях с продажей газа предприятием Укргаздобыча и нанесении государству ущерба почти в 3 миллиарда гривен. Всего по делу проходят 12 подозреваемых. Десяти уже избрали меру пресечения два месяца в СИЗО. А вот в другой громкой газово-приватизационной истории появился интересный поворот. Окружной админсуд Киева отказал компании Нортима под контрольной группе «Приват» в приватизации Одесского припортового завода. Конкурс, напомню, проводился в 2009-м, но результаты торгов тогда отменили. Интересная деталь. Это решение суд принял 18 июля, как раз накануне новой попытки приватизировать предприятие. А вот что отпугнуло иностранных инвесторов цена или возбуждение уголовных дел – это вопрос. Какова же реальная цена завода? И кто заинтересован продать такой лакомый кусок подешевле – наш следующий сюжет. Его должны были пустить с молотка еще в этом месяце. Одесский припортовый завод – один из крупнейших производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений. Оценили предприятие в полмиллиарда долларов. Накануне конкурса на приватизацию топ-менеджмент предприятия оказывается в эпицентре скандала. Задерживают главу НАП-совета и первого замдиректора завода Сергея Перелому и Николая Щурикова подозревают в хищении средств предприятия и арестовывают. А сам конкурс отменяют. Официально, мол, участников не нашлось. Эти задержания в большей степени связаны с некими политическими вопросами, нежели с реальной борьбой с коррупцией. Само производство по делу было возбуждено больше года назад. Активность в части задержания подзащитного моего, в том числе, она, наверное, все-таки связана каким-то образом с приватизацией. То есть ничего не мешало, условно говоря, дождаться окончания подачи заявок на приватизацию и провести те же самые следственные действия. В чем были нарушения? Вот что говорит прокурор в суде. Судья, которому достается это дело, на такие доводы закрывает глаза. Потому что сам не без греха Андрей Макуха на волоске от увольнения за нарушение присяги. Именно он принимал решение против майдановцев. И пока в Соломенском суде столицы решал, арестовывать ли топ-менеджеров при Портового, в Печерском сам Макуха проходил как подозреваемый в деле о взятке. А в марте нынешнего года НАБУ открыло в отношении этого судьи уголовное производство за вынесение неправосудных решений. Судья, против которого есть криминальные проведения, не может быть суддею, где обвинение поддерживает тот же орган, который проводит эти криминальные проведения. Это абсолютно невозможно. Он же целиком зависит от них. И это можно просто использовать. Зачем арестовывать топ-менеджеров, отменять конкурс? Возможно, чтобы сбить цену? Одесские при Портовой уже не раз пытались продать. Семь лет назад его оценили в миллиард долларов. Но когда победитель был определен, сделку отменили якобы из-за низкой цены. В этом году стоимость завода установили уже вдвое меньшую, то есть в полмиллиарда. Предприятием интересовались американские, норвежские и польские компании. Но за считанные дни вдруг резко все передумали. Депутат Андрей Помазанов уверен, это для того, чтобы продать нужным людям. За два тижня начались такие слагодные действия пана Саакашвили, одесского губернатора, разом с представителями Национального антикоррекционного бюро, которые разом створили своими спильными действиями абсолютно непривабливыми цей объект за такую цену, за которую он выставлялся. Одесский губернатор зацекавлен в первую очередь в том, чтобы этот объект дістався его наближенным особам, возможно, каким-то инвесторам, возможно, даже из Российской Федерации. Конкурс на продажу одесского припортового перенесли на октябрь. И первый вице-премьер Степан Кубев уже предположил, стартовая стоимость предприятия будет еще ниже. Экономисты считают процентов на 30. Под кого же готовится такая схема? И какой будет окончательная стоимость ОПЗ? Вот настоящий вопрос для правоохранителей. Катерина Марченко, Татьяна Авинникова, Вячеслав Никифоров. Подробности – телеканал «Интер». В Одессе сотрудники СБУ объявили о подозрении Андрею Амелину, начальнику администрации морских портов Украины. Чиновника подозревают, в частности, в закупке горюче-смазочных материалов по завышенной цене. В результате чего казна недосчиталась 3,5 миллионов гривен. Уведомление о подозрении Амелину вручили, остановив его машину. К слову, это ленд-крузер самой последней модели. Помочь бежать и скрыть доказательства. В ГПУ назвали пособника так называемой «черной роты Беркута». По данным следствия, на счету ее бойцов как минимум 4 десятка убийств на Майдане. Правда, сам обвиняемый теперь назвал и другие фамилии, и другие подразделения. Кто и какому Беркуту помогал в те февральские дни, разбирался Ярослав Кречко. 21 февраля 2014 года. Поздним вечером 35 бойцов Беркута под крики «Гоньба» возвращаются в Винницу. В столкновениях участия они якобы не принимали. Кто помог выбраться из столицы, не скрывали. А это уже кадры из Киева. База Беркута заблокирована активистами. После нескольких часов переговоров автобусы с бойцами спецподразделения уезжают. В афганской организации никто кроме нас не отрицают. В те февральские дни действительно помогли выехать многим бойцам, чтобы снизить градус конфликта и избежать новых жертв. Но открытым остается вопрос, кто помог бежать так называемой черной роте Беркута. Ее бойцов обвиняют в убийстве четырех десятков майдановцев. В генпрокуратуре утверждают, сделал это один из руководителей организации ветеранов Афганистана никто кроме нас. Ее лидер Александр Ковалев нам подтвердил. Уведомление о подозрении вручили именно ему. Следователи подозревают, действовал Ковалев в сговоре с тогдашним главой МВД Захарченко. Ковалев также уверяет, подобным в те дни занимались многие. В том числе нардепи и автомайдановцы. Называют фамилию Анатолия Гриценко. Он нам в комментарии отказал, как и его сын Алексей, один из руководителей автомайдана. А вот его соратники нам рассказали, помогали выехать безоружным бойцам, которые не принимали участие в столкновениях. В Генпрокуратуре на наш запрос с просьбой рассказать о деле Ковалева подробнее пообещали ответить в понедельник. Ранее генпрокурор Луценко заявил, тот, кто помогал бежать в черной роте Беркута, также уничтожил оружие бойцов. Речь в частности идет о снайперской винтовке и автоматах. Две недели назад их нашли на дне озера в одном из районов столицы. Александр Ковалев обвинение в своей причастности к этому эпизоду также отрицает. Бежать из Украины, говорит, не планирует. Мол, сейчас он на плановом лечении в одном из военных госпиталей. Правда, в каком городе, уточнить отказался. Ярослав Кричко, подробности, телеканал Интер. Россия решила отправить послом в Украину бывшего десантника. Дмитрий Песков заявил, что Москва уже запросила у Киева одобрение кандидатуры Михаила Бабича. На дипломатической службе тот не состоял, зато участвовал в военных действиях, возглавлял правительство Чечни и был помощником директора пограничной службы ФСБ России. 8 лет назад Бабич руководил общественными приемными премьера Путина. Напомню, накануне Кремль отозвал посла в Украине Михаила Зурабова. Дадут ли согласие на кандидатуру Бабича в украинском МИДе, пока неизвестно. Генпрокуратура пока не определилась с точной датой и порядком допроса Виктора Януковича. Об этом сообщил адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк. Напомню, на днях Печерский райсуд Киева обязал ГПУ провести допрос Януковича по указанному месту жительства в Ростове и при содействии Генеральной прокуратуры России. А вот украинскую генпрокуратуру сегодня пикетировали. Митингующие в белых халатах и масках облили вход в ГПУ кровью животных, жгли фаеры и развернули плакаты в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, Андрея Медведька и Дениса Полищука. Активисты уверены, дело фальсифицировано и требует привлечь к ответственности прокурора Станислава Гущесова, который занимается производством. Напомню, Олеся Бузину убили 16 апреля прошлого года в Киеве во дворе его дома. Через два месяца прокуратура объявила подозреваемыми в убийстве журналиста Медведька и Полищука. Свободу, Мартийота! Свободу, Мартийота! Старшего группы прокуроров Станислава Гущесова будет отстранена от процессуального руководства данным криминальным проведением и будет вынужден другой старший процессуальный руководитель. У нас нет никакой упереденности о расследовании этого криминального проведения. Продолжаем подробности. И вот некоторые из тем, о которых узнаете далее. Перестрелка в Днепре. В центре города тяжело ранен полицейский. Битва за награду. В Харькове чемпионка по шахматам воюет за подаренную квартиру. Зачистка без границ. Власти Турции ищут врагов уже за пределами страны. В Запорожье акт самосожжения совершила гражданка Германии. В город 36-летняя женщина приехала неделю назад. Поселилась в одном из отелей. В среду ночи купила на АЗС бензин, который залили ей в 5-литровую канистру. После этого отправилась на автовокзал, где ей совершила самоубийство. Выявили обгорелый труп неведомой женщины. На данный час встанавливается мета приезда иноземки до Украины и мотивы вчинения на ее самогубство. Скандал в Харькове. У чемпионки мира 2013 года и действующей чемпионки Европы по шахматам Анны Ушениной могут отобрать премиальное жилье. Его спортсменки дали за победу в чемпионате мира. Сейчас застройщик выгоняет ее на улицу. Все подробности выясняла Светлана Шекера. 1 апреля 2013-го Анну Ушенину после победы на чемпионате мира помпезно встречают в родном Харькове. Называют шахматной королевой. Цветы, грамоты и главный подарок. Геннадий Кернес вручает ключи от двухкомнатной квартиры. Но радость Анны была недолгой. Недавно директор фирмы-застройщика через суд потребовал вернуть квадратные метры. Об этом спортсменка рассказала журналистам. Застройщик хочет выселить всех жильцов. В Харьковском антикоррупционном центре занялись вопросом. И нашли документы, которые подтверждают. На самом деле квартиру чемпионке подарило не государство, а фирмы, приближенные к харьковскому мэру. Геннадий Кернес, харьковский городской голова, вручил ключи Анне Ушениной от квартиры в доме, который строила компания ТОВ «Энигма Тера». Собственниками на тот момент были люди, близкие к окружению Геннадия Кернеса. Проходят споры между нынешним руководителем «Энигма Тера» и прошлым руководителем «Энигма Тера». Вот она, подаренная квартира. В центре Харькова, у парка Горького с окнами на стадион. 86 квадратов. Ремонт здесь так и не начался. Не было денег. Родные Анны боятся, что она вообще потеряет эти стены. Под угрозой выселения не только шахматная чемпионка, но и жильцы еще 16 квартир. Только когда журналисты подняли шумиху и разгорелся нешуточный скандал, в мэрии дали комментарий. Мы узнали из интернета о том, что у нее хотят ее отобрать. Ушенина к нам не обращалась. Но наша позиция такова, что по всем документам квартира является ее частной собственностью. И я готова предоставить юридическую помощь Анне Ушениной в защите ее прав на жилье. Сама Ушенина сейчас в Израиле. Месяц назад завоевала очередной титул чемпионки Европы по шахматам. В Украину вернется в августе в свою тесную квартирку на окраине Харькова. Будет тренироваться и ждать окончательного решения высшего специализированного суда по выделенной Кернесом квартире. Вот такой подарок от городских властей. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. В Днепре тяжело ранен полицейский. Произошло это в центре города в час пик на оживленной трамвайной остановке. Полицейский заметил машину преступника, который объявлен в розыск. Во время задержания тот выхватил пистолет и дважды выстрелил в правоохранителя. Но скрыться преступнику все же не удалось. Грозит ему до 12 лет тюрьмы. Пострадавший полицейский в больнице. Ему предстоит две операции, но жизни, говорят врачи, ничто не угрожает. Только подошли, у меня удостоверение было в руке. Я уже увидел сразу, что пистолет у нас стоит и выстрелил. Сразу отклонился, чтобы голову закрыть и в спину. Первое лицо было в том спине. Подозреваемый ему 35 лет. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Но теперь ему грозит срок. В столичной мэрии требуют от прокуратуры отправить в СИЗО скандального застройщика Анатолия Войцеховского. Напомню, создателя УКО-групп, организовавшие в Киеве строительную мошенническую схему на миллиарды, на днях суд отпустил под залог 14 миллионов гривен. Что именно сейчас происходит на рынке недвижимости и как подобные аферы влияют на стоимость жилья. Далее в сюжете. Более тысячи вкладчиков элита центра до сих пор не получили свои деньги. Тем временем столичные правоохранители уже вскрыли новую, еще более грандиозную аферу. Более 10 лет назад созданная Анатолием Войцеховским УКО-групп застраивала столицу. Как удалось выяснить правоохранителям, часто земельные участки выдавались застройщику в нарушении всех правил. А квартиры перепродавали инвесторам по нескольку раз. Речь идет о 40 жилищных комплексах в столице, а масштабы самой аферы могут превзойти объемы элита центра в 6 раз. Доверие и так последние с 2008 года к первичке очень слабое. А здесь просто катастрофа. Я просто не представляю, каким образом будет первичный рынок выходить из той сложной ситуации, в которой он оказался. Потому что действительно очень крупный застройщик. Порядка 40 объектов недвижимости, это в среднем около 11 тысяч пострадало инвесторов. Такие новости могут попросту обвалить рынок недвижимости, говорит эксперт. С 2013 года, когда упала гривна, объем продаж и так снизился в разы вместе с ценами. Это порядка 25%. На четверть упало доллар по отношению гривны, где-то как раз в 3 раза стал дороже. Больше всего подешевела недвижимость в городе Одесса. Это где-то порядка под 20%. За Одессу идет город Львов. По словам крупных застройщиков, если еще три года назад стоимость квадратного метра нового жилья в столице доходила до 1300 долларов, сейчас цены упали почти в 2 раза. На сегодняшний день в Киево-Горстрое среднее жилье, которое можно купить, это 800-700 долларов. В эти 800 долларов тут есть такое понятие, как стоимость застройки, то есть стоимость земли. Потом эти 60% стройматериалов, ну зарплата, больше ничего там нет. Рентабельность 10%. Говорят, дальше снижать цены попросту некуда. Но вот после очередных скандалов многие люди боятся вкладывать деньги в новое жилье, говорят в компании. Тут заверяют, главное перед тем, как покупать квартиру, проверить все документы. Да и выбирать проверенных застройщиков. Более того, информация о каждой стройке в Киеве есть на сайте столичной мэрии. В мэрии города есть сайт с проблемными застройками. Там четко видно, какие проблемы есть на каком участке строительном. И какие документы недополучены и какие получены. В то же самое время первоочередные два документа, которые на сегодняшний день должны присутствовать, когда человек покупает квартиру, это прежде всего договор аренды земли с целевым назначением на строительство жилья и доза на начало работы. А это гарантия, что человек получит свое жилье вовремя. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. В самой горячей точке на фронте, Авдеевской промзоне, сейчас только короткие перестрелки. Ведь на линии разграничения работает миссия ОБСЕ. Однако боевики пытаются провоцировать украинских военных. Геннадий Вивденко продолжит. Сейчас в районе Авдеевской промзоны практически выходной. Так, небольшие перестрелки. Украинские бойцы связывают это с тем, что у врага большие потери, он деморализован и подтягивает свежие силы. По данным украинской разведки, многие из боевиков уже просто отказываются идти в пехотные атаки на защитников промзоны. Сегодня с утра только короткие перестрелки и эпизодические обстрелы из более тяжелого вооружения. Без потерь, слава богу, без потерь. И где-то ближе к утру у них начинается работать мин, опять начинают. Под утро они стараются еще добить парочку минами по позициям. И среди белого дня у них там они начинают работать очень странным образом. Тишина, ничего нет, никаких перестрелок нету. Просто падают мины. Бойцы подозревают, что среди прочего с той стороны закончились боеприпасы. И боевики сейчас активно их пополняют. Противник прибегнул к излюбленной практике. Мы им насыпем нормально. И они потом через ОБСС или через какое-то месте запрошивают снова перемирие. И так всегда было. А потом снова в некоторый час они восстановят свои силы, подвезут БК и снова начинают по нас шмалять. От нынешнего почти затишье. Десантники не ожидают ничего хорошего. Вчера вечером противник пристреливался по нашим позициям. Пристреливали АГС по ним. На один пост, пару пристреливших на другий. Ситуация заголовок такая, что противник начинает. Начинает с наименьших калибров. И уже, скажем так, вся выстава закінчится минометом. Минометным обстрелом. Здесь на линии разграничения работает уже третий день наблюдательная миссия БСЕ. Вроде бы все тихо, только в районе промзоны едва слышны выстрелы пулемета. И вдруг рядом с ангарами взрывается крупнокалиберная мина. Геннадий Вивденко, Александр Данилов, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Перестрелка в Ереване. Огонь открыли мятежники, удерживающие здание полиции. Правоохранители начали стрелять в ответ. Они утверждают, что ранили троих захватчиков. На улицах армянской столицы в эти минуты проходит митинг в поддержку оппозиционеров. Израильские службы безопасности ликвидировали террориста, ответственного за гибель известного раввина. Как проходила спецоперация и чему еврейские спецслужбы могли бы научить европейских коллег. Подробнее Сергей Ауслендер. Теракт на въезде в поселение Тнеэль произошел 1 июля. Террористы обстреляли автомобиль, в котором находился известный раввин Михаэль Марк и его семья. Марк погиб, а жена и двое детей получили тяжелые ранения. Почти месяц израильские службы безопасности разыскивали исполнителей теракта. Было установлено, что группу возглавлял известный активист Хамас Мухаммед Факих. В конце концов его обнаружили в одной из арабских деревень возле Хеврона. Дом, где он засел, блокировал спецназ. В ответ на предложение сдаться Факих открыл огонь, после чего по зданию выпустили несколько ракет. А затем его разрушил тяжелый армейский бульдозер. Когда команда спроникли внутрь, они обнаружили труп Факиха, других исполнителей теракта. Чуть позже задержали живыми. Оказалось, что успех операции обеспечил оперативную информацию о месте нахождения террориста, которую израильским коллегам передали палестинские контрразведчики. Выяснилось, что это сотрудничество очень выгодно обеим сторонам. По утверждениям израильской армии, порядка 85-90% терактов предупреждаются именно палестинской службе безопасности. И довольно серьезное у нас с ними сотрудничество. В данном случае, я думаю, даже если они принимали в этом участие, чисто оперативное сотрудничество. Впрочем, помимо ликвидации террористов, израильские службы безопасности стараются действовать на упреждение. Среди палестинцев постоянно ведется агентурная работа, благодаря чему большинство террористических атак удается предотвратить еще на стадии подготовки. В этом одно из главных отличий израильской системы безопасности от той, например, что существует в Европе. Есть и другие. Например, все места потенциально интересные, потенциально привлекательные для террористов в Израиле находятся под усиленной охраной, чего, конечно, совершенно нет в Европе. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Организаторов переворота власти Турции ищут не только дома, но и за пределами страны. Чьей выдачей Анкара требует от Германии и как немцы турецкого происхождения влияют на политику официального Берлина в отношении Турции. Все расскажет Татьяна Лагунова. Анкара не просит, а скорее требует. Берлин должен выдать всех сторонников Гюлена. Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделал министр иностранных дел Турции. По словам дипломата, турецкие власти знают. Причастным к организации переворота удалось сбежать в Германию. Сколько это человеки, кто они, дипломат не уточнил. Но немецкие СМИ разузнали. Турция требует выдать прокуроров и судей, которые могут находиться в Германии. А еще проверить все работающие в стране учебные заведения и фонды, связанные с Гюленом. Официальный Берлин эти запросы пока не комментирует. Канцлер Ангела Меркель только призвала турецкие власти не перегибать палку. Когда в стране происходит попытка переворота, важно и правильно предпринять меры против путчистов. Но при любых обстоятельствах в конституционном государстве должен соблюдаться принцип соразмерности. Меня беспокоит, что в данном случае принцип соразмерности не всегда в центре. Сдержанность Меркель, понятно, она не хочет портить и без того более чем холодные отношения с Анкарой. Ведь это может сорвать миграционную сделку и беженцы снова хлынут в Европу. Да и вызвать недовольство многомиллионной турецкой общины, большая часть которой поддерживает политику Эрдогана. Власти даже обратились к гражданам турецкого происхождения с просьбой не конфликтовать между собой в Германии. Мы не хотим, чтобы данный конфликт переносился в Германию с насилием, угрозами, запугиванием с любой стороны. Услышали немецкие турки, призыв или нет, станет понятно выходные. В воскресенье в Кёльне запланирована масштабная демонстрация в поддержку Эрдогана. Ожидается, что в ней примут участие до 20 тысяч человек. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Чрезвычайного положения во Франции оказалось недостаточно, чтобы предупредить кровавые убийства. Что делать дальше? Какие лекарства от террора предлагают французские политики? Узнавала София Гордиенко. Убийство семьи полицейских в их же доме, потом Ницца. И вот смерть пожилого священника, с которым сражаться было все равно, что с ребенком. Ирония судьбы. Именно он, отец Амель, в свое время выделил местной мусульманской общине землю за церковью для строительства мечети. Три теракта за неполных два месяца. Общество в растерянности, политики тоже. В огромном интервью изданию «Ле Мунт» премьер-министр Мануэль Вальс, который вообще очень болезненно реагирует на критику, признал, условное освобождение одного из убийств священника было ошибкой. Одно из предложений Вальса запретить финансирование мечети из-за границы. До сегодняшнего дня мусульманские храмы строили и содержали Саудовская Аравия, Катар и Турция. Правда, оказалось, то, что сегодня предложили левые, уже давно требуют правые. Мы уже давно об этом просим, годами. И, к счастью, это начинает доходить до власти имущих. Мы ведь не из экстравагантности требовали еще до теракта в Шарле-Эбдо укреплять границы, высылать радикалов и менять миграционную политику. С беженцами сюда попадают бойцы ИГИЛ. Надо было к нам прислушаться. Министр внутренних дел Бернард Казнев очень осторожно заявил о своего рода конкордате, то есть возможности подписания с мусульманскими общинами договора о взаимных обязанностях. Мол, мы вам финансирование, вы нам уважение законов. Но готово ли общество к такому шагу? Аналитики сомневаются. Почему это трудно? Потому что граждане скажут, они нас взрывают, а мы им еще и деньги давать будем. Все, что сейчас делается и предлагается, надо было делать 30-40 лет назад. К тому же вербуют молодых и горячих вовсе не в мечетях. Их вылавливают во всемирной паутине и тюрьмах, где подросткам промывают мозги и рассказывают про священный джихад. Ответа на вопрос, что делать с местами не столь отдаленными, и как вычислять радикалы в Ютьюбе, Фейсбуке и Твиттере у французских политиков пока нет. София Гордиенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Хорошие соседи. Почему Норвегия предложила часть своей территории Финляндии? И чем закончилась облава на крупнейшую банду Америки? Посмотрите в нашем обзоре. Норвегия хочет подарить Финляндии свою гору. Правительство скандинавской страны решило таким образом поздравить финнов с Днем независимости. В Суоми будут отмечать 100-летний юбилей страны. Норвежское правительство хочет передвинуть государственную границу на 40 метров, чтобы часть горы Халти досталась соседям. Финам перейдет ее пик высотой 1331 метр. Силовики Сальвадора арестовали 120 членов крупнейшей банды Америки Мара Сальватруча. Этот синдикат еще называют бригадой сальвадорских бродячих муравьев. Или же коротко МС-13. По подсчетам ФБР в банде от 50 до 80 тысяч гангстеров. Мара Сальватруча занимается торговлей наркотиками, людьми, оружием и заказными убийствами. Своим жертвам мафиози отрубают головы мачете и скармливают их собакам. Знаменитый портрет королевы Англии Елизаветы I стал собственностью Объединенного Королевства. В Великобритании организовали кампанию и чуть ли не всей страной собрали около 12 миллионов евро. За эти деньги картину выкупили из частной коллекции у потомков знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка. Полотно конца 16 века посвящено победе англичан над испанским флотом, непобедимой армадой. В октябре портрет Елизаветы I выставят в королевской резиденции в Гринвиче. Впервые за три года лава вулкана с горы Килауэа добралась до океана. Тысячи туристов приехали на Гавайи, чтобы увидеть, как расплавленные породы стекают прямо в его воды. Вулкан проснулся еще в конце мая. С тех пор лава преодолела расстояние в 9 километров, чтобы достичь океана. Также в кратере вулкана можно наблюдать вот такой рисунок, созданный природой. Он напоминает лицо с глазами и улыбкой. Самый большой цветок в мире расцвел в Бельгии. Так называемый трупный цветок распустился в ботсаду бельгийского города Мейза. Высота растения метр девяносто, а вес 18 килограммов. Однако, чтобы любоваться гигантам, приходится брать платок. Цветок источает запах гнилой рыбы. Цветет такое растение раз в пять, а то и десять лет. И всего три дня, поэтому у туристов не так много времени, чтобы увидеть чудо природы. Гигантский след динозавра нашли палеонтологи в Боливии. Ученые считают, он принадлежит хищнику, который обитал на земле 80 миллионов лет назад, в Мезозойскую эру. Длина отпечатка ступни – метр двадцать сантиметров. Нашли его в 60 километрах от столицы Боливии – Сукре. Глиняный грунт в этой местности буквально усеян следами древнейших животных. Это привлекает туристов со всего мира. На этом все. Доброго вам вечера и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова